Вы знаете, на самом деле, насколько у нас поменялась за год риторика. Давайте вспомним, я в Министерство финансов пришел в октябре прошлого года. И когда мы обсуждали налоговый кодекс, бюджетный кодекс, в комитете, в Верховном Совете, знаете, сколько было поправок относительно работы казначейства Министерства финансов? И о чем, наверное, больше всего хотели внести поправки депутаты? О том, в какой способ нужно казнить, закопать, потом выкопать и повесить обратно казначея. Знаете почему? Что система была в полном коллапсе. Казначейство не обслуживало нормальный способ, ни один местный бюджет. По государственным обязательствам проходили расходы исключительно по заработной плате. Никаких капитальных издержках, никаких расходах развития речи не было. О чем мы говорим сегодня? Мы сегодня, слава богу, обсуждаем возможность такой реформы или такой реформы. Более либеральной, менее либеральной. И это правильная дискуссия. Безусловно, парламент и политики должны принять для себя, в какой способ обеспечить стимулирование страны. Через снижение налогов, через мотивирование экономики, через инвестиционные проекты, в том числе за счет государственной поддержки. Это все инструменты политики. Да? Не более того. Игорь, у меня тогда только одно уточнение. Почему ваша нормальная дискуссия напоминает ситуацию, когда все пытаются заскочить в последний вагон поезда в последний момент? Я напоминаю, две недели до Нового года бюджета нет. Почему эту дискуссию нельзя было вести с сентября месяца, как это прописано в законе? Мы не против дискуссии, дискутируйте, пожалуйста. Но не принимайте потом ночью в 5 часов утра по пустому листику бюджет непонятно какой на следующий год, как это было в прошлом году.